Блин, на программиста не пойду, сильно умным надо быть. Мы не сняли на данный момент курс, вообще. Сколько людей вы налитгенили, сколько пришло на вебинары первые? 10 тысяч, потом еще 10 тысяч, потом еще 10. Уже все круто и понятно, что и так покупают. Все, уже трындец, уже много слишком. Друзья, у нас в гостях Илья Федичкин, резидент акселератора. У Ильи интересная ниша, мало мне знакомых людей, это айтишники, программисты. Сейчас будем узнавать, там какие-то девосы или девосы. Сейчас будем узнавать. Он, в общем, зарабатывает на айтишниках-девосах. Ну, я так утрирую, конечно, немножко понимаю, но сейчас будем узнавать детали. Расскажи, что за школа у тебя и как давно делаешь? У меня школа по обучению девопс-инженеров. Делаем мы ее с июня этого года. Девопс. Девелоперы аппликашнов каких-то? Абсолютно верно, аппликашн. По сути, это школа для ребят, которые работают с системными администраторами, системными инженерами. Это для них следующая ступенька в их развитии, следующий шажок в карьере, где они уже могут действительно для технических директоров дорастать. По факту, если объяснять на пальцах, то есть какой-нибудь высоконагруженный сайт, в котором очень много фичей. То есть мы как пользователи, как клиенты заходим, и там есть множество калькуляторов, личные комбинеты и так далее, и так далее, и так далее. Практически любой сейчас IT-стартап, который делается, там есть какая-то нагрузка. И бизнесу, владельцам, необходимо сделать так, чтобы команда разработки есть и есть команда реализации. Команда разработки пишет этот код, и этот код непосредственно необходимо выкатить, чтобы мы с тобой могли этим пользоваться. Вот это нужно делать быстро и безопасно. Без DevOps-инженера это получается долго и часто с косяками. То есть инженера над командой стоит? По факту, да. То есть это такой тимбит, который соединяет две команды. Команду разработки и командовая эксплуатация. Эксплуатация — это типа саппорт, поддержка, ответы на вопросы? Проще, наверное, можно сказать, реализации. То есть это ребята, которые непосредственно выкатывают весь этот код на сайт. Что, например, вот какой-нибудь портал? Тинькофф. Тинькофф банк как приложение, да? Как сайт, почему? Можно как сайт брать спокойно, так же можно как приложение. Ну, банк-клиент, к примеру, там есть банк-клиент. Я захожу, провожу платежи. Абсолютно верно. Там за этим огромная IT-платформа стоит. Абсолютно верно. Соответственно, технари это написали. Над ними были там тимлиды, инженеры, да? Или один был верховный инженер? Нет, действительно, есть архитектор. Просто есть те люди, которые написали этот сам код, спроектировали его, да, написали. И есть команда, которая непосредственно этот код выкатывает, чтобы мы с тобой могли этим пользоваться. Вот девопс, девопс практики вообще, это вот есть понятие. Это как agile в бизнесе, да, в банковском деле, возможно. А девопс, это вот в IT-шной истории, именно в этой поддержке. Это сети, администрирование. То есть есть те, кто ребята написали, это вообще кодеры, а есть те, кто потом поддерживают просто работоспособность. Абсолютно верно. И выкатывают новые обновления, да? То есть вот бизнес придумал что-то новое, надо тестировать какую-то новую штуку. Ее не так просто, как в ландос там, да, вставить. Так, а девопс, он между этими двумя? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Девопс, он как раз, да, команда поддержки. Вот они поддерживают всю эту систему, чтобы она всегда работала, есть такой термин, безотказная, да, безотказная инфраструктура. Я правильно понимаю, что сейчас утопично думать, что ты один раз разработал, уволил команду разработчиков и оставил только поддержку, потому что каждый раз ты идешь, идешь, развиваешься. Конечно, конечно. Сейчас очень все очень быстро развивается. И почему это сейчас актуальная проблема, почему девопс-инженеры так сейчас нужны? Потому что у бизнеса происходит постоянное обновление. Бизнес очень заинтересован в том, чтобы постоянно выкатывать какие-то новые решения, новые истории, их надо тестировать. Есть программист, простой программист умеет кодить. И у него зарплата условно там 150 тысяч рублей. Ну, может, да, вполне. И он такой думает, блин, что-то я задолбался кодить, хочу типа рулить. Ну, типа вот, или какой-то. Смотри, нет, тут история следующая. Вот в девопс чаще всего, естественно, может и программист пойти, то есть, если ему это интересно. Но чаще всего, во всяком случае, в нашем, да, вот в нашей школе, это все-таки системные администраторы. То есть сис-админ работал просто в офисе, рулил сетями там, виндами. Да, принтеры чинил, настраивал. И зарабатывал 50 тысяч рублей. Да. Думает, блин, на программиста не пойду, сильно умным надо быть. А вот рулить программистами готов. Ну, не то, что рулить программистами, а делать так, чтобы всем хорошо работалось и поддерживать, да. Понял, вообще не принтеры чинить, а смотреть, что... Да, а уже более интеллектуально нагруженные деятельности. Ага, вот это уже понятнее. То есть, это мы когда-то с Петей Иосифом были на конференции в Сан-Диего, в США. Конференция называется Traffic and Conversion по маркетингу. И Петя такой говорит, ну, конечно, все круто, классно, маркетинг круто, но реально большие деньги можно зарабатывать в управлении. Потому что ты потом можешь нанять маркетологов. Ну, абсолютно. И поэтому, как бы, можно быть программистом, а можно быть над программистами, помогать им, там, координировать между собой, между поддержкой и, соответственно, и зарабатывать больше, чем у программистов, потому что ты их уже управляешь, и тут более ценно. Ну, да. Тут, по факту, конечно, зависит от уровня программиста, от уровня девопса, но у девопсов есть, конечно, топовые позиции, где там зарплата уже несравнимая. Как давно школу это сделал? В июне этого года мы запустили первый поток. В июне, а сейчас у нас у нас... У нас сентябрь, два-три месяца получается. А курс сколько длится? У нас один курс идет три месяца, а второй мы запустили в начале августа, вот он сейчас уже подходит к концу, один месяц. Мы первую ступеньку сделали с базовыми знаниями. А первый курс это более глубокий уже. Мы просто поняли, что людям необходимо еще делать первую ступеньку, потому что многие просто не могут с нами учиться. То есть они несли деньги, говорят, давай, а мы их не можем взять, потому что они не тянут. Они не тянут, несмотря на то, что они системными администраторами уже работают. То есть и опыт там 3-5 лет. Вот смотрите, ребята стартовали курс, видят, какой-то недостаток есть, берут и адаптируют. То есть не нужно бояться сделать что-то неидеальное, потому что клиент у тебя сразу... У тебя есть какая-то теоретическое ощущение того, какой клиент будет и что им нужно будет. Но часто реально с твоими предположениями они расходятся. И вот у ребят классический пример. Они сделали, видят, хоп, нужно, хоп, подстроились, сразу сделали следующий курс. Мы вообще, в принципе, у нас философия такая, что мы вообще все делаем от клиента. То есть мы не сняли на данный момент курс вообще. Мы все в лайвере ведем, не потратили сейчас на продакшн ничего. Но мы сейчас снимем первую часть и пришлем ее всем ребятам, кто у нас учится, чтобы узнать, нормально ли это вам бы подошло. То есть вот вы покупили, да, у нас продукт. Вот если бы он был такой. Здесь они скажут нет, мы сядем и будем дальше думать. Это вот как раз элементы о том, что говорят, лин-подход, кастомер-девелопен-подход, то есть когда ты от клиента, либо там он agile, это же, как оно переводится, гибкий. Да, абсолютно. Соответственно, ты становишься гибким, ты не делаешь какую-то махину, которую потом сложно менять. Ты как бы приходишь, говоришь, вот есть курс, у меня есть знания, и мы с вами вместе делаем. Расскажи историю, как пришла идея, как партнер появился, ты сам технарь или кто? Нет, идея пришла в феврале этого года вообще выйти в онлайн. До этого я занимался медициной, у нас были клиники по лечению позвоночника, и мы их развивали непосредственно. Я и маркетинг занимался, и открывал, и команды набирал. В какой-то момент стало понятно, что… Ты был по найму или это были? Я был, ну, меня назывался это управляющий партнер. Ага, у тебя была доля? Да, я был в доле, но я занимался полностью проектом. Соответственно, понял, что медицина достаточно консервативна, и не вполне могу себе позволить тот заработок, который хочется. Потому что там в медицине вырасти в два раза – это реально тяжело. Это очень много работы и очень много персонала. В общем, ребят, не бойтесь выбирать неправильную нишу, потому что есть такие люди, которые ждут, вот когда будет идеальное время. Время идеального не будет никогда. Если вы поймете это, то вы начнете действовать и выбирать, ну, не из идеального лучшего. Не бойтесь делать неправильный выбор. Лучше сделать выбор, быстрее понять, что это было что-то неправильно, начать что-то новое. В общем, ты понимаешь, что клиники не особо то, и начинаешь искать… Да, и начинаю смотреть по сторонам, вот, и как-то так случилось то, что думаю, а почему бы… или знакомый мне подсказал друг, я не помню. Вот, но посмотрел, да, в сторону онлайн-образования. В целом история мне очень понравилась, потому что, в принципе, очень понятные ходы, очень понятные на мой бэкграунд это ложилось, потому что я в маркетинге немножко понимаю. Не скажу, что я гуру, но я понимаю, как это работает. Начал смотреть и начал потихонечку даже уже какие-то там потуги совершать еще до акселя, да. Вот, а потом увидел ваш продукт, то, что вы сделали, мне очень понравился подход. В целом я шел за экспертизой, в плане того, что у вас очень много проектов, которые вы уже совершили, и до этого Сережа знал. И понятно, что у вас есть хорошая статистика. Ну, и все, хотел пойти в апреле, в апреле не успел на поток попасть. Вот, пошел в мае, получается, в мае, да, вот, 1 мая стартанул. Май, июнь, июль, август, 4 месяца. Да. Ага, а, ты в июне уже стартовал, первый поток у тебя пошел, да. А, то есть ты вот в мае упаковался, а ты когда пришел к нам, ты уже понимал, в какую нишу пойдешь или нет? Ну, у меня это решение достаточно быстро произошло, потому что мне необходимо было взять высокую экспертизу откуда-то. И, естественно, первым делом, что я сделал, это я начал смотреть круг своих знакомых и друзей. Ну, самое простое действие. И действительно, как-то так случилось, мы еще с Васей до этого, он ко мне в Петербург приезжал, я на тот момент в Питере жил еще. А Вася, у него разработка какая-то? А Вася, у него девопс-агентство, то есть у него ребята, которые непосредственно занимаются девопсом на аутсорсе. Ага, то есть это вот когда у кого-то есть какие-то технари, но их нужно там... Это когда, да, в компании нужен девопс, то есть нужен человек, который будет непрерывность, обеспечивать непрерывность подачи, да, грубо говоря. А это специфическая должность, которых там хантить сложно? Сложно. То есть на чем сейчас, да, в чем проблема? Иногда девопс-инженеров ущет там погоду. А он их взращивает сам и... Тут история следующая, да, он берет ребят, почему у нас получается сейчас неплохо там, да, учить, потому что мы внутри, ну, там, Вася внутри агентства, у него уже была какая-то вот методология, как он ребят адаптировал. Да, нанимаются ребята, которые хорошо понимают, и берется на аутсорсе, поддержка 24 на 7, все, как бы, работает с проектом. А вообще это вот девопс, вот эти специалисты, они востребованы там, типа, в любой IT-компании. Если ты хороший девопс, и у тебя есть английский, тебя спокойно берут в зарубежный проект. Мы недавно с Полонским ужинали, и он говорит, какая-то странность в нашей стране, огромная безработица, но хорошего сотрудника не найти. Сейчас проходил курс по обучению, как нанимать людей, и там первично это нужно просто брать людей, которые уже, ну, хорошо делают, которые просто и мотивацию искать, потому что есть мотивация у людей. Деньги – это вообще худшая мотивация, потом личные выгоды – это, типа, близко, хороший коллектив с точки зрения роста, там, ну, все равно личные выгоды. Третье – это личная убежденность, это просто, чтобы хорошо работа была сделана, чтобы до конца довести, чтобы там, ну, там, все было чисто, приятно, там, вовремя. Это личная убежденность – это уже лучшее, и дальше чувство долга, там, перед коллегами, перед сотрудниками, перед компанией, перед боссом. И есть еще такой, типа, менять индустрию, такие, ну, вот такая иерархия потребностей. Вот если человек ради денег, то хорошего не будет результата. А если ради того, чтобы, там, людям вокруг делать хорошо, и чтобы в целом, как бы, коллеги были довольны, босс был доволен, вот это правильная мотивация, и поэтому… У них будет больше. Скажи, что вы делали, вот, то есть, давай, давай так, вы с партнером, там, серия, говорит, окей, начинаем, типа, доли как вы делили, что вы обсуждали? Мы сели, начали, долю мы не обсуждали, там, 50 на 50 сразу, затраты также, вот. Это был самый быстрый, самый понятный, да, путь. Вот, мне необходимо было, я себе цель поставил, что мне очень быстро надо что-то протестировать. Мне вообще, я, Ваксель, когда пошел, чем круто было? Понятно, что, вот, первые, там, какие-то занятия или первая, да, информация, она, в принципе, у меня была уже в голове, то есть, я понимал, что я делаю, вот. Но, что было круто, это, знаешь, как отчетная точка такая, вот, ты пошел, все, вот, как обрубило, и ты уже в одном векторе просто сфокусирован, что вот все надо. Нет колебаний, типа, направо, налево. Да, 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 ты уже все, ты в своем намерении утвердился, уже настолько, что ты даже, да, вот, что-то сделал, и все, а вселенная, она обратно тебе отдает, то есть, это. Да, вера в то, что, типа, такой, я помню, когда тоже в Сколково, я колебался, типа, стать предпринимателем или, там, идти работать дальше в корпорацию, я такой, блин, туда-сюда, и потом, когда я вот такой говорю, все, я хочу быть предпринимателем, я тебе четко такое дал обещание, что вот, я сделаю, все возможное, чтобы выпуститься предпринимателем, и намного эффективнее обучение стало, я перестал хоть какие-то уроки, которые не нужны, я, словно, раньше учился для диплома, а потом начал учиться ради того, чтобы выйти с бизнесом. Окей, соответственно, вы сразу упаковались, сделали, сколько, вот, получается, у вас до первых клиентов, там, прошло месяц, даже, там, ну, типа, меньше двух? Ну, где-то недели, да, за три мы, получается, все быстро собрали, три-четыре недели, вот, все выглядело очень-очень на коленке, вот, потому что прям очень быстро сделали, но наполнили хорошо, как мне кажется, смыслами и донесли то, что мы хотим дать. Люди всегда считывают, я согласен, что важнее смыслы, посылы, и вот, особенно, ну, дают тексты, они уже читаемы, а на вебинарах, тем более, то есть, не надо, вот, вкладываться в дизайн, там, вот эту вот верстку крутую делать, можно просто черно-белой посадочную страницу сделать, но при этом показать, что через тексты, что ты крутой, что у тебя есть опыт, и позвать на вебинары, и на вебинаре там уже, ну, люди, либо они видят, что, ну, как бы, какой-то сопричастности, если ты открыт, если ты не пытаешься, там, прикрываться, какими-то крутым дизайном, то люди сейчас, наоборот, больше верят. Окей, значит, вы упаковались в клиентах, где брали? Просто в таргет ВКонтакте, промо-пост. Ну, все равно, типа, кто там интерес, ай-Ти у них стоит, да? Нет, мы, естественно, немножко проработали эту историю, потому что я понимал, как это работает, и мы вычленили сразу, мы поняли, что у нас есть несколько категорий людей, которым это может быть интересно. Непосредственно это сисадмины, это ребята, которые программируют на определенных языках, ну, или, в принципе, да, программисты, может быть, им это интересно. Мы, гипотеза у нас была, что это может быть интересно ребятам, которые студенты учатся, да, заканчивают сейчас какие-то технические вузы и думают, куда им дальше идти. Соответственно, вы сделали таргетинг на, там, какой-нибудь МФТИ, там, вот. Ну, типа того, да, вот если брать, мы сделали, да, таргетинг именно на этих людей. И системных администраторов, естественно, сразу взяли, потому что понятно было, что это ребята, которые, ну, скорее всего, и это для них. И взяли, протестировали несколько групп, именно вот групп по целевой аудитории. Да, и потом посмотрели, кто лучше всего откликается, кому лучше всего заходит, больше всего нравится. И все, оставили их. Сколько денег у нас просили на тест? У нас первый запуск, полный запуск, получился 60 тысяч рублей вместе с продакшеном, с трафиком, вообще все-все-все. А, то есть, ну, в общем, типа а-ля, там, посадочные страницы? Посадочные страницы, настройка рассылщика, ну, вот вся техническая часть из нее тоже. А на рекламу сколько из 60 примерно? Ну, там львиная доля, там, 1040, наверное, на рекламу пошла. Ну, и, соответственно, на тесты вы начали, там, с десяточки, наверное, да? Да, мы очень поступательные, мы сейчас продолжаем этот путь, сейчас уже просто смелее, но мы все равно поступательные. Сначала закинули, там, 10 тысяч, потом еще 10 тысяч, потом еще 10. Просто дело в том, что, вот совет тоже ребятам, которые начинают, не делайте сразу огромные вебинары, не собирайте их. Зачем? Если вы проводите первый раз мастер-класс, вероятность того, что получится не очень, она очень высокая, потому что спикер, может быть, не выступал. В акселераторе частый вопрос – это сколько нужно денег на старте? И мы говорим, либо вообще нисколько, если денег нет, бери сам учись, но просто срок будет дольше, потому что тебе нужно будет учиться, там, с кем-то договариваться на бартер, там, от будущих продаж. Денег не нужно. Если вы хотите ускориться, мы рекомендуем 50. Если у вас очень много денег, мы говорим, не тратьте больше 150, потому что это будет впустую. Вы не записывали сразу уроки, вы просто понимали, у вас была там программа, что вы будете давать? У нас, поскольку, да, это все в режиме теста было, я не знал вообще, получится это, не получится, Вася тоже не знал, это мой партнер-эксперт, мы решили то, что мы первый раз проведем в Лайве. Вот, и этот подход даже больше зашел, чем в Лайве. Это вы берете вебинарную платформу, всех клиентов зовете вебинарную платформу? Мы используем Zoom, вот обычный, вот собрали группу и прям по расписанию мы даем людям расписание, потом мы, конечно, им запись от урока высылаем, но по факту каждую неделю два раза происходит, да, живой урок, который длится, там, какое-то время, ребят сразу. Расскажи, вот на 60 тысяч рублей, соответственно, на 60 общие, на 40 это рекламный бюджет, сколько людей вы на Литгене, или сколько пришло на вебинары первые? У нас там в общей сложности, по-моему, вот за весь бюджет, вот полностью базу мы смотрели, там, что-то порядка 700 человек регистраций получили, что-то такое, да. Честно, по тому, сколько людей конкретно прям пришло на мастер-класс, я сейчас не скажу, но мы сделали вот 5 продаж, плюс получили эту базу, с которой мы в августе еще доходили бесплатно, и плюс мы получили еще как раз запрос на базовый курс. 5 продаж по 60 тысяч рублей? Да, да. Важно понимать, что это вот, что Илья говорит, что есть база, с которой потом допродали уже бесплатно, то есть ты покупаешь за 40 тысяч рублей 700 человек, и ты для них совершенно новый человек, которому еще не доверяют, которого еще не верят, которому присматриваются. Это значит, что на протяжении нескольких лет из 700 человек, там будет несколько десятков человек, которые будут за тобой смотреть, кто-то через 3 месяца, кто-то через полгода, кто-то через год, кто-то через 2 года, придет и купит. Но инвестиции уже проведены, то есть база – это актив, и люди, которые за тобой следят. Вот посмотрите интервью наше с нашей Травницей, прям посмотрите, погуглите Травница. И вот Травница, она за нами следила 4 месяца, так это еще достаточно быстро она приняла решение. Она там прямо в интервью описывает, как она за нами смотрела, как она решала, принимала решение. Значит, год назад где-то, летом, вот это ваш вебинар. Мне это все раздражало, вот эта контекстная реклама. Открой онлайн-школу там и сиди там загорать. Какое? Типа, 2 года не могу загорать. Ну что же они там сейчас расскажут, думаю, ну надо сходить хотя бы, ну, может что-нибудь и расскажут. Ну что, я все равно сижу. Ну пойду посмотрю. Я думаю, это будет последний заход, но я вот вложусь, но как бы не получится все. Развод. Я 4 месяца думала. Я говорю, что были бессонные ночи. Вот ты знал Сергея, ты там принял там быстрое решение. Она нас увидела, а потом 2 ночи не могла спать, потом 4 месяца за нами следила. И только когда появились первые кейсы, она сказала, окей, я попробую. Расскажи, что у тебя вот одногруппники, какие там есть факапы или у кого там есть какие-то взлеты, вот ты рассказывал про яхтинную школу. Ну, по одногруппникам, ну, много ребят пробуют, и это очень хорошо. Много ребят пробуют с достаточно большими инвестициями пробовать, да, первые разы запускаться. Я вообще противник этого. Наоборот, всем говорю, чем меньше вы потратите на первый раз, пусть там будет немного людей, так же, как я и говорил уже. Вот, но вы хотя бы попробуйте, протестируйте, посмотрите, как у вас получается. Вот, основные проблемы вообще вот с одногруппниками, с чем сталкиваются, да, ученики. Ну, как я это вижу. Не всегда удачно получается подобрать таргетологов, но это вечная боль. В принципе, понятно, как она решается. Если надо, могу рассказать. Часто делают мастер-класс, не покупают достаточное количество. Тогда надо посмотреть уже, может быть, на продукт или на то, как его проводишь. Вот, но и на мой личный вкус ребята обычно не видят, то есть, или там не хотят видеть. Я говорю, что слишком много денег вы тратите на то, чтобы запуститься. Много времени и много денег. Вам не лучше сделать быстро и дешево. Время очень, да, потому что многие там растягивают, идеализируют. Это самое вообще. Поделись своим вот лайфхаком по поводу таргетологов, потому что это самая большая больная, на мой взгляд. Все очень просто. Вы определяете со своим продуктом, со своим проектом. Есть такая гипотеза, которая уже, в принципе, подтверждена, что если человек делал уже подобное действие, то, скорее всего, он его сможет повторить. Соответственно, у вас сразу появляется цель. Вам необходимо найти людей, которые это уже делали. Каким образом их найти? Есть много групп по таргетингу ВКонтакте, есть фриланс и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, все площадки, они открыты в интернете, вы можете посмотреть, где ищут таргетологов на том же HeadHunter. Просто вы в условиях вписываете то, что человек должен, вот у нас проект такой-то, и человек должен уже подобный проект выполнять. Дальше вы четко для себя понимаете, какие цели, то есть вам нужно достичь. Вот вы сказали, что вот 10, ну там, я не знаю, 100 человек должно быть у меня на уроке. Примерно взяли конверсии. Вот у ребят, чем полезно, они все конверсии дают. Вот примерно средние по рынку. То есть это не те конверсии, когда у вас уже все круто и понятно, что и так покупают. А это конверсии, когда вы запускаете с первого раза вот среднюю температуру по больнице. Берете эти конверсии, накладываете на то, что мне нужно 100 человек на мастер-классе. Отсюда посчитали, сколько вам регистрации нужно. Прикинули, сколько по деньгам хотели бы на это потратить, готовы потратить, да, сколько примерно отобьется. Те же конверсии есть у ребят, Дима с Сережей, все дают открыто. Все, у вас есть цифра, там, вот 100 регистраций для меня должно стоить там 10 тысяч рублей. Так так и пишите в задании, мне нужно 100 регистраций, я за это, бюджет составит 10 тысяч рублей, сколько ты за это хочешь. Прежде всего, только пришли мне, пожалуйста, кейсы, скрины, прям как-то это сделал с цифрами. То есть, вот проект, вот его название, прям скрин из рекламного кабинета, все. И берите охватом, то есть, вот чтобы найти таких людей, нужен охват. Разместите это объявление вообще везде, где только можете, вообще везде. И у вас через два дня появится, я не знаю, 10-20 ребят, которые выполняли подобные проекты и готовы вам там прислать. И из них уже выбирайте, вообще всегда ставьте себя в ситуацию, когда выбираете вы, а не вас. То есть, не надо делать так, что вы на одного человека завязаны. Более того, берите двух таргетологов. Мы на первый проект, например, брали двух таргетологов сразу. И очень повезло, потому что один таргетолог сработал плохо, я сразу налил бюджета второму, того срезал, и он у меня доделал проект, мы нормально собрали. Ты выделял типа по 10 тысяч рублей? Да, ну там один семь с половиной стоил, второй три или что-то. Ты имеешь в виду его услуги по настройке? Да, да, да. И я взял сразу двоих, сказал им, что они оба существуют, чтобы, во-первых, у них конкуренция между собой появилась. И я себя перестраховал от того, что, ну вот был бы у меня тот один, у которого не получилось, все бы это еще встало. А так их двое, я спокойно одного срезал, просто это не те деньги, которые там, да, я прям сильный риск. Ну да, я потерял там семь с половиной тысяч рублей на это, по-моему. Ну ты скорее заплатил этому, можно сказать, что это просто бюджет теста. Абсолютно верно. Расскажи, какая школа твоя будет через пять лет, ну через год и через пять лет, какие у тебя? Через пять лет мне бы хотелось на самом деле сделать какую-то систему, которая сама себя двигает, сама себя развивает. Потому что, ну, есть первый момент, когда ты занимаешься очень много сам, ты являешься, да, катализатором всего этого процесса. Но спустя какое-то время решает точно команда. Вот, спустя пять лет очень хотелось бы действительно крепкий продукт, очень хорошую академию с очень высокой экспертизой иметь. И действительно выпускать все так же специалистов, которых можно потом обогащать рынок, чтобы не было у наших коллег, партнеров, каких-то, да, проблемных персоналов. Ты хочешь в глубину ниши идти, какие-то новые школы не рассматриваешься? Я скажу так, я рассматриваю новые направления, но очень-очень аккуратно, потому что я за то, что нужно сфокусироваться на одном, сделать это хорошо. По поводу фокуса, я когда учился в Сколку, у нас был модуль в США три месяца, мы учились в MIT. И нам говорят, слушайте, ребят, чтобы, я только хотел быть предпринимателем, я очень все запоминал хорошо. И нам говорят, вам как бы меньше нужно думать о том, какие инструменты успеха есть, потому что их слишком много, да, и ваш, он придет к вам из ваших талантов, и как бы вы постепенно ему научитесь оперировать. Но нужно знать, что вот есть распространенные ошибки, которых нужно избегать. И первая ошибка, это эго людей, они не умеют договариваться, а вторая ошибка, это фокус, люди дофокусируются, вот, и делают много бизнесов. Но на самом деле даже в рамках одного бизнеса нужно фокусироваться, сначала там, условно, вот как вы там продали, потом сделали, делаете урок, потому что люди и продают, и делают урок, все, уже трындец, уже много слишком. Даже мы, несмотря на то, что там Сергей, мой партнер, он уже там в рынке онлайн образования много лет, у нас сейчас 4 онлайн школы своих, и мы больше пока не можем, потому что много. И возвращаясь к тому, что мы ранее говорили, управление, и это вот искусство управлять людьми, потому что, да, лекала едины, при этом возможность управлять, она все равно, и людей изращивают тоже, люди растут постепенно. Чувствуешь ли ты конкуренцию, вообще в твоей нише есть какие-то игроки, которые тоже учат этому? Да, конечно, есть ребята, и достаточно тоже с высокой экспертизой, вот, но рынка, насколько я понимаю, достаточно, и тут понимаешь, в чем дело. Один и тот же проект, два человека выполнят абсолютно по-разному, даже если у них будет примерно один и тот же план, все равно это будет два разных проекта, по методологии, по подаче и так далее. То есть ты не первый на рынке? Мы не первые, да, на рынке. Прям интересно, я даже это слово не знал, до сих пор запомнить не могу, DevOps. Вот, а оказывается, что есть люди, которые быстрее его пришли на рынок, и они крупнее сейчас тебя, наверное? Да, они точно крупнее. При этом это не мешает тебе, там, за месяц стартовать, получить первые деньги? Мне нравится тоже приводить пример, что это вот как лет 20 назад банк мог создать каждый, не было породов для входа, ты мог стать банкиром легко. И вот в онлайн-школах ты сейчас можешь, то есть не нужно лицензии, нет барьера входа, не нужно это все там как-то, нет больших налогов, можно по патенту там 30 тысяч рублей за год заплатить и все, и до миллиона долларов не платить. Каждый может создать онлайн-школу, но мне кажется, через там 5 лет это будет совершенно не так. Во-первых, будет большая конкуренция, нам много больше, потому что сейчас конкуренции нифига нет. Сейчас мы будем записывать интервью с Оксаной, вот, она вошла в рынок онлайн-школ по-английскому. Казалось бы, ну это самый конкурентный рынок, и то у нее получилось, там, на небольших инвестициях, по-моему, там, 120 тысяч рублей в рекламу, получить 430 тысяч рублей. Деручка первой. Вот, это, как бы, это английский, который реально уже очень много школ и рынок уже давно, а в твоей нише она вообще только появляется. Если взять там какой-нибудь сценарий, что в России сейчас еще хуже экономика станет, еще там курс доллара станет 150, как ты думаешь, ну как это отобразится на тебя? В моем случае, наверное, вообще никак, потому что в любом случае специалисты нужны, специалисты востребованы в мире, в Европе, в Америке, вот, просто мы, у нас одна из задач стоит там на какое-то обозримое будущее, и мы хотим европейцев тоже учить, потому что рынок не занят, для, вообще, для остального мира русские программисты, ну это действительно так, достаточно умные ребята, и я думаю, что с удовольствием и из Европы, да, у нас поучатся, тем более для них это будет стоить дешевле в пересчете на их валюту. Там еще эффект такой, когда в кризис, люди обычно, понимая, когда которых воли, они понимают, что в следующую работу найти, им нужно сделать какой-то апгрейд, и люди идут учиться, поэтому онлайн-школы, они, наоборот, растут в кризисе. Да, 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 вот это, я, кстати, не задумывался, на самом деле, действительно так. Есть иллюзия у людей, что, значит, онлайн-школа, это вот, как бы, записал уроки и уехал на Бали, а уроки там крутятся. А ты, значит, работал в консервативной нише, и клиника, там, видимо, аренда у вас, зарплаты. Скажи по миру ощущениям, встал ли ты, уехал, ты не на Бали, пока мы в Москве с тобой. Да. Ты, правда, еще недолго в акселераторе, ты у нас, получается, 4 месяца. Ну, да. Как жизнь изменилась после клиник? Мир и ощущения однозначно у меня улучшились, то есть совершенно другие перспективы, совершенно по-другому смотришь на свое будущее, да, то есть когда ты раз в год садишься и прописываешь себе, что бы хотелось сейчас, что бы хотелось через 5 лет, там картинка изменилась, конечно, очень сильно. Как изменилась, дышать стало легче, работа, не могу сказать, что убавилась, потому что, если вы хотите сделать достойный продукт, если вы хотите, чтобы, если вы хотите стать номером один, а если вы начинаете, я, ну, вот, мое мироощущение нужно этого хотеть, вот, иначе зачем, вот, то придется поработать, никто за вас ничего не сделает, но это воздается. Что для тебя в акселераторе было самым ценным? Самым ценным для меня в акселераторе, наверное, было количество статистики и окружения. Ну, ты еще новичок, можно сказать, в нашем деле, при этом движешься быстро, очень хорошо, правильно, мы говорим, что онлайн-школу можно создать за 3-4 месяца, получить первые деньги, а потом 8 месяцев вот систематизировать, докручивать, а ты даже быстрее все сделал. При этом интересно, что с нуля, потому что у тебя раньше не было онлайн-школы своей. Будет интересно с тобой встретиться через год, посмотреть, как изменилась твоя школа, а потом через 5. Все, спасибо большое. Спасибо. Подписывайтесь на Лью, следите за его успехами, посмотрим, как он будет становиться номером 1, то, что вы будете следить за ним, то, что вы будете следить за ним, это будет его подстегивать. Увидимся. Подписывайтесь тоже на нас, здесь будет много интересных подобных интервью, где вы будете воодушевляться и понимать, как вы можете создать флору на школу. И напишите в комментарии, здесь под видео, про какую нишу вы думаете, какие у вас есть компетенции, какие есть рядом партнеры. Спрашивайте, задавайте вопросы, будем отвечать, давайте общаться.